Мир вам от Бога, благодать от Господа, возлюбленная Господом. Друзья, соработники, импактивы, все зрители, приветствую вас. Написано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая грядет на всю Вселенную». В Откровении, в третьей главе написано, «Период великой скорби, о котором читающие слово знают, как о седьмине Даниила, в Даниила написано в девятой главе, а также как о бедственное время для Иакова, в Иеремии в тридцатой главе написано, являются именно теми событиями, о которых мы читаем с вами в книге Откровения, начиная с шестой вплоть по девятнадцатой главы. Прекрасное Богом данное обещание Филадельфийской Церкви о том, что по причине их верности Слову Божьему Он сохранит их во время периода скорби, которая грядет на всех живущих». Это чудесное обетование, дорогие мои, распространяется далеко за пределы только лишь одной Филадельфийской Церкви. Но глубоко верю, что касается она также всех истинных и верных Господу Церквей всех тысячелетий. Господь дал нам надежду на то, что мы будем освобождены и избавлены от великой скорби через восхищение Церкви. Об этом мы читаем, кстати, в трех местах Нового Завета. Первое место. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, Христос сказал, чтобы вы были где я». Иоанн, по-моему, в 14 главе он написал. Второе место. «Говорю вам тайну, говорит апостол Павел, говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся». Затем он говорит, что мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. В 1 Коринфянам, в 15 знаменитой главе, говорит. И третье место. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Апостол Павел об этом говорит в 1 Филсалоникийцам, в 4, по-моему, в 17 стихе. «Возвращение нашего Господа названо в Писании блаженным упованием и явлением славы великого Бога». Кстати, в Тита написано во 2 главе. «Вот по этой-то причине, друзья мои, Господь постоянно побуждает нас быть победителями». Написано, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего» в Откровении в 3 главе, 12 или 13 стих. Храм, о котором говорит Господь, не является каким-либо материальным строением. «Написано, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец». В 21 книге Откровения написано. «И размышляя о победителях небесного Иерусалима, я был тронут по-особому, обнаружив, что мы с вами будем не просто члены его тела небесного или будем небожителями, но мы названы столпами в храме его». Столпами в храме его. Вдумайтесь. Таким же образом, каким Иаков, Петр, Иоанн были написаны почитаемы столпами в первоапостольской церкви, в Галатам апостол Павел об этом говорит во 2 главе. «Победителем в земной жизни обещано самим Господом особое положение столпа небесного Иерусалима». Это особое положение — быть столпом. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима и имя мое новое». В Откровении в 3 главе там же написано. Обратите внимание, друзья мои, что на белоснежных одеждах победителей Господь собственноручно сделает 3 надписи. С тем, чтобы, первое, показать нашу принадлежность тому, ради которого мы были победителями. Его имя написано на каждом из нас, и мы полностью принадлежим Ему. Это было первое. Второе. Показать нашу принадлежность и наше гражданство нового Иерусалима. Имя нового Иерусалима написано на нас с вами. Это было второе. И третье. Показать нашу вечную зависимость от Иисуса Христа с тем, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Апостол Павел об этом говорит в Ефесянам 2 или 3 главе. Поэтому мы благословляем каждого из вас. И ко мне присоединяются служители импакта. каждого из вас, друзья мои, с тем, чтобы каждый оказался победителем, оставаясь верным Господу до конца. Об этом наша постоянная молитва о каждом из вас. Слишком много доверил сейчас нам Бог, доверит нам в будущем, с тем, чтобы посадить на престоле славы своей вместе с Сыном Своим, нашим Спасителем, Иисусом Христом. Бог да благослови вас!